Продолжение следует... В Москве на заводе имени Владимира Ильича предоктябрьское социалистическое соревнование включились все цехи, все бригады. Растет выпуск электрических моторов. Это плоды труда заводского коллектива, его стахановцев и новаторов. Растет выпуск электрических моторов. Это громадный выигрыш во времени. Прокурь Александр Смирнов 5 октября завершил норму трех пятилеток. На Челябинском трубопрокатном заводе в предоктябрьские дни освоен новый трубосварочный стан, недавно пущенный в эксплуатацию. Стальные ленты превращаются здесь в трубы различных диаметров. Много труда отдали старший мастер Антон Усов и вольцовщик Степан Никулин, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех механизмов нового агрегата. Производство труб полностью автоматизировано. Все делают машины. Автоматические весы подсчитали сменную продукцию молодого челябинского трубопрокатчика Юрия Соковец. Задание снова перевыполнено. На Киевщине, в Шполянском районе, в эти дни заканчивается уборка сахарной свеклы. Урожай почти в два раза больше прошлогоднего, но убирают его быстрее, чем минувшей осенью. На поля вышли свеклокомбайны. Каждый такой комбайн заменил труд 25 человек. Он подкапывает и выдергивает корни свеклы, очищает их от земли и обрезает ботву. Отличная машина, говорит агроном Анна Сергеевна Сокур, проверяющая работу комбайнов на полях колхоза имени Ленина. Механизирована не только уборка. Специальный транспортер нагружает трехтонный грузовик за три минуты. Новые сельскохозяйственные машины намного увеличивают производительность колхозного труда, способствуют стиранию грани между городом и деревней. В Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций глава советской делегации товарища Вышинской выступил с предложениями правительства Советского Союза. В заключении товарищ Вышинский сказал. По поручению Советского правительства делегация Советского Союза предлагает Генеральной Ассамблеи принять следующие предложения. Первое. Генеральная Ассамблея осуждает ведущуюся в ряде стран, в особенности в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, подготовку новой войны, вражающиеся в поощряемой правительствами пропаганде войны, в гонке вооружений, в раздувании военных бюджетов, вложащихся тяжелым бременем на население, в создании многочисленных военных, военно-морских и военно-воздушных баз на территориях других стран, в организации военных блоков государств, преследующих агрессивные цели в отношении миролюбивых демократических стран, и в проведении других мероприятий с агрессивными целями. Второе. Подобно тому, как цивилизованные нации уже давно осудили, как тягчайшее преступление против человечества, использование ядовитых газов и бактериологических средств военных целей, Генеральная Ассамблея признает противоречащим совести и чести народов и несовместимым с принадлежностью к организации объединенных наций использование атомного оружия и других средств массы уничтожения людей, считая недопустимыми дальнейшие оттяжки к принятии объединенными нациями практических мер по безусловному запрещению атомного оружия и по установлению соответствующего строгого международного контроля. Третье. Генеральная Ассамблея призывает все государства разрешать свои споры и разногласия мирными средствами, не прибегая к использованию силы или к угрозе силы. Генеральная Ассамблея, отмечая при этом непреклонную волю и решимость народов предотвратить угрозу новой войны и обеспечить сохранение мира, что нашло свое выражение в могучем народном движении во всех странах за мир и против поджигателей войны, и имея в виду, что главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности несут пять держав, постоянных членов Совета безопасности, единодушно выражает пожелание, чтобы Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Китай, Франция и Советский Союз объединили с этой целью свои усилия и заключили между собой пакт по укреплению мира. Советские предложения открывают новую главу в борьбе за мир и безопасность народов. Бухарест. 2 октября десятки тысяч трудящихся собрались на митинг, созванной постоянным комитетом защиты мира Румынской Народной Республики. Миллионы людей хорошо знают, говорят ораторы, что без Советского Союза и его героической армии гитлеровские и японские полчища не были бы разбиты, и народы до сих пор стонали бы под их игом. Они дают слово быть вечно верными Советскому Союзу, поборнику и оплоту мира во всем мире. Будапешт. На митинг, посвященный Международному Дню Мира, пришли трудящиеся города и его рабочих окраин. Член политбюро ЦК Венгерской партии трудящихся Йоже Форевое заявляет, что венгерский народ полон решимости защищать мир, свободу, единство и сплоченность со всем лагерем мира, возглавляемым Великим Советским Союзом. Город Джешу. Тысячи трудящихся вместе со всем польским народом подняли свой гневный голос протеста против поджигателей новой войны. Миллионы людей на всех континентах клялись в этот день отстоять дело мира, правое дело, дело которое победит. Продолжение следует...